В юбилейном году в программе Воркутинского театра драмы «Гастроли за гастролями». Только недавно труп повернулась из Уссильмы и Усинска. И вот артисты снова в дороге. На этот раз покорять будут Москву. Воркутинцев ждут сразу на четырёх площадках. И на каждой, уверен министр культуры Коми, аншлаг обеспечен. В Государственном театре национальный спектакль заполярных актёров распродали все билеты. Конечно, это вызвало неподдельный интерес и со стороны москвичей, рядовых зрителей, и со стороны наших коллег из других учреждений, из нашего Министерства культуры Российской Федерации. И я надеюсь, что все гастроли в Москве при поддержке гранта, который выделен уже на прошлой неделе, пройдут на самом высоком уровне. Зарекомендуют Воркуту как ещё одну северную, такую красивую театральную столицу. А уже в мае Заполярный театр привезёт две свои постановки в Сыктывкар. Затем труппа примет участие в конкурсе актёрской песни имени Александра Трибельгорна. Директор Воркутинского драматического Елена Пекарь подчеркнула, они ждут ответного визита от своих столичных коллег. «Мы давно уже туда не ездили. Туда мы всегда везём несколько спектаклей или большой спектакль. Много людей, актёров, работников. Это дорого. Надо готовиться заранее и основательно. Когда мы из столицы везём спектакли воркутинцам, хочется для них сделать праздник». Летом у Воркутинского театра недолгое затишье, а затем новый сезон. В этом году он стартует раньше обычного. Уже в сентябре и сразу двумя премьерами. Это будет своеобразной генеральной репетицией в канун знаменательной даты. 23 ноября театр отмечает 75-летие. «Скорее всего, это не будет премьерный спектакль, так как это было раньше, потому что два спектакля мы премьерных уже покажем до этого. Скорее всего, это будет какая-то программа со страницами истории, почётные гости, поздравления. В общем, пока что вот такая концепция». Один из подарков к юбилею министр профильного ведомства сделал прямо на пресс-конференции. В рамках Года культуры в Коме Воркутинский драмтеатр получит 8 миллионов рублей на обновление материально-технической базы.